Праздничный день 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 Я опять иду, открываю двери в каком-то офис, закрываю себя за столами, разговариваю, что ничего не понимал, но кто-нибудь ходит, меня не встречает. Я приводилась и ушла домой. Вали там мне третий раз, и, в общем, давайте мы все-таки встретимся. Я подумала, что это же мне нужно, деньги заработать на туфли. И я пошла третий раз, наконец-то мы встретились. И я начала работать на диагностике, просто смотрела людей, назначала им какие-то препараты, за вами ничего не делала. Неделю-две я так поработала, и Абла говорит, почему вы сами ничего не делаете? Я говорю, вы знаете, я спортивная, в свое время играла в команде мастеров по хоккейу на трагере. Да, и у меня не было никаких проблем со здоровьем. Да, полковник милиции, доктор Барук, спортивная, комсомолка, мир, все было хорошо. Она говорит, вы же назначаете людям эти продукты, возьмите сами и попробуйте. И я действительно подумала, что вы мне взяли, и первый продукт, который я называю, это был ТИНТИ. Это гениальный витаминный комплекс, который содержит необходимый ежедневный набор продуктов, включая клетчатку, включая дефидолактобактерии, весь набор витаминов, микроэлементов. И просто стала их купить. Но когда через пару недель мне стали люди, мои знакомые встречались, говорят, ты косметику поменяла? Я говорю, да нет, все тут, каждый на трех работ обеду. И несколько людей мне стали делать комплименты, я поняла, что у меня изменился цвет лица. И я стала внимательно прислушиваться к себе и к своим реакциям, поняла, что я после обеда, у меня исчезла, знаете, у многих после обеда всталость, родливость. И туда многие приходят и мало что могут сделать. А у меня это хорошо. И знаете, как счет у меня, что уровень здоровья может быть разным. Мы просто привыкаем к нашему состоянию и не обращаем внимание на те микросимптомы, которые появляются у нас, когда мы устаем, когда мы с волнованием и так далее. И я стала пить регулярную продукцию. Но у меня была проблема в селе моей дочке. Когда она родилась, это было время перестройки, и у нее была аллергия на все продукты, красного, оранжевого, желтого цвета, я не говорю уже о цитрусовых, шоколадных конфетах и так далее. Ну, и проявлялась эта аллергия отека слизистых. И в результате астматический вархин. И мне говорят, добейте своего ребенка, потому что еще один приступ, и будет ставить вархиальную астму. Ну, вот я закончила харьковский медицинский. У меня волновка риса вкусника, который работает в Харькове. Я куда не победу своего ребенка? И все говорят, это бесполезно, надо пить антигистамидное, барахолитики и традиционный способ лечения. Но я так понимаю, что это тупиковый путь, потому что все начинается с нормализации персонала. И потихоньку я стала ей давать продукты, которые в МСП нормализуют впущевательную систему. Вот это актуаль афин. Полоидное серебро. Почему полоидное серебро? Потому что у него были миндалины, огромные. И когда кто-то смотрел в школе, на него горло, и все говорят, ужас, как ты глотаешь. Но на самом деле, огромные миндалины, это не страшно, потому что это индикатор того, что иммунная система работает. И удалять такие миндалины не следует. И тут-то просто санировать. Поэтому полоидное серебро у меня дома всегда было. А хлоросил у меня дома всегда был. Третий продукт, который есть всегда, это репейник, готов. Потому что желчегонные продукты для наших стилей жизни и питания, они должны присутствовать все время у нас. Ну и красный клевер и все остальные продукты, но эти подарка еще. Эти были основные. И когда она начала принимать эту продукцию, потихоньку, потихоньку все эти симптомы уходили, аллергия проходила. И сегодня уже она может свободно есть все продукты, нет никаких явлений аллергии. Она никогда и не болеет. Когда она ходила в школу, то говорила, можно мне посидеть дома несколько дней, потому что весь класс уже болеет, а я хожу в эту школу. И вот, да, это на самом деле у многих, кто работает в компании, у многих такая ситуация есть. А почему не допускается до болезни? Потому что эти продукты всегда есть дома. Болезни нужно начать лечить вначале самым. Да, вот представьте, я работала начальником кафедры. Вы помните, я все время на этой работе была. И когда мне ребенок звонит, мама, у меня начинает болеть горло, первое, что я говорю, быстро-быстро открывай холодильник, бери хлорофилд, бери серебро и сразу же пей. Два-три дня и все вовремя. И все вовремя, ну как бы, локализуется. И болезнь не опускается в бронхи, не развивается, не развертывается. Потому что когда нет дома этих продуктов, пока вы пойдете на склад, пока вы их найдете, пока вы их купите, пройдется несколько часов или несколько дней, и это заболевание начинает уже разворачиваться. И если вы понимаете, как работает сегодня индустрия, которая есть в медицине, то как бы характерные признаки времени уходящего уже, это когда технологии, медицине, они сменялись как бы каждые 25 лет. Вот все время, стабильно, 25 лет эти технологии существовали. И характеризовались они вот такими принципами, я их назвала условно, топоритарным принципом, да, потому что знания, которые, истинные знания, они предоступны только верхушки. Нам в институте не преподавали этих знаний, которые мы знаем сегодня. И основная информация, она подается людям такая искаженная, упакованная такие стандарты и шаблоны. Мы это видим в сегодняшней медицине, потому что врачи вынуждены как действовать? По протоколу. Если раньше говорили о том, что искусство лечения, это было исцеление, это было творчество, искусство врача исцелить больного, то сегодня это стандартный шаблон. Причем не важно, вам 60 лет, вам 20 лет, вам 70 лет, насначают одни и те же продукты, одни и те же стандарты для разных возрастных категорий. Я уже не говорю о всем остальном. Ну и принцип потребления, да, что типично есть. Это вот такой дефицитно-избыточный тип питания. То есть продуктов много в супермаркете, а есть их нельзя. Потому что они дефицитные по основным витаминно-минеральным комплексам, по белкам, которые необходимы как строительный материал. А избыточные, потому что создается впечатление, что всего много. И каждый мой прием, я веду еще прием больных, я у себя продолжаю заниматься, продолжаю работать в университете. Но как-то мой прием больных сводится к тому, что не пейте молоко, взятое в супермаркете. Не употребляйте молочные кислые продукты, купленные в супермаркете. Не ешьте белый хлеб, сделанный в супермаркете. Не ешьте дрожжевой хлеб, сделанный в супермаркете. Я не буду долго останавливаться на этом. Наверняка вы многие знаете, что сегодня индустрия питания такова, что кефир не должен литься. Кефир, если вы делали кефир с помощью бифидоларта бактерий компании «Респир», вы видели какой он? Он густой, он ест с ложкой. Когда вот этот вот льется кефир, это кефирный продукт. Это синтетические бактерии, и очень часто они не жизнеспособны, они не могут самостоятельно построить колонии в кишечнике, как-то у меня коллега, мне рассказывала о нашем бифидофилусе. Ну, вы знаете как, в своем отечестве пророка Глир, у нас в паркови есть институт Мечникова, и там тоже работала профессор, которая взяла все, что предлагается в аптеках и в компаниях сетевых бифидоларта бактерий и посеяла их на селе. Посмотрите, насколько они устойчивы. И вот мы говорим, что бифидофилус компании «Респир» – самые лучшие бифидоларта бактерии. Почему? Потому что они очень устойчивы и не способны потом самостоятельно работать в толстом кишечнике, выстраивая полезную микрофлору. Поэтому, когда я начинаю говорить, что не ешьте, не пейте, не берите, не ходите, люди очень часто не понимают это. Но когда я начинаю рассказывать, почему, на самом деле это сегодня, начиная, люди понимают, что нужно самостоятельно готовить пищу, находить продукты, те, которые оздоравливают. Ну и принцип оживания, да, вы знаете, что средствами массовой информации мы все время разгоняем негативные эмоции. Пугаются, страшилками. И вот мы живем в этой такой отрицательной эмоциональной информационной матрице, но все время в стрессе. Все время в стрессе и все время в этой ситуации неопределенности. Ну а сегодня технологии меняются, уже вы знаете, что вреда уплотнилась. Очень многие говорят, мы ничего не успеваем. На самом деле, действительно, изменилась частотная характеристика магнитного поля Земли, и смена технологий происходит уже через каждые 25 лет, а каждые 5-7 лет. И уже истинная информация, она становится доступна все большему и большему количеству людей. И все больше и больше людей начинают интересоваться вопросами здоровья, и как его сохранить, как его усилить, как его увеличить. Потому что официальная медицина, она не может увеличить количество здоровья. Она даже не может выделить человека, она может, например, условно с минус 50 поднять до минус 25. Но может быть с минус 50 до нуля. Но чтобы качество здоровья этого усилить, она это невозможно. И сегодня принцип выживания изменяется принципом созидания, измеряется качеством жизни, не количеством, а качество жизни сейчас очень важно. То есть можно дожить до 90 лет, затруднять парашютом, надевать акваламки, нырять под воду. Потому что функциональные системы организма, они на самом деле могут работать очень долго. Я знаю бывшего разведчика, его 83 года, дедушкой его назвать нельзя. Нельзя. Его изучали по специальным технологиям, он знает анатомию, знает физиологию, знает гликхимию. И он применяет к себе все эти знания. И его организм благодарно, он 83 года, он и здесь наш полет. Да? Ну, такие резервы в нашем организме. А просто эти знания нам не даются. Вот я была на тренинге у Офиса, который вышел из тюрьмы смертников, из иранской тюрьмы смертников. Это никому не удавалось, только он вышел. Он 43 дня шел по пустыне, ему кусила тарата гюрза, и он выжил. И он говорит, что я шел для того, чтобы показать людям, что на самом деле они умирают не недостатком от элиты, а умирают от страха. От страха. Вот, поэтому нам образцы старости демонстрируют, и мы по этим образцам не живем. Да? Ну, сегодня мы набираем смену технологий. Еще существует эта мужская специализированная медицина. Каждый врач отдельные органы. Да? Укагорлонос, пульмонологи, кардиологи и так далее. Но в целом человека посмотреть мало кто может. Сегодня вот молодые люди, молодые врачи, они уже продвигают эту интегральную медицину, или функциональную медицину, или метаболическую медицину, которая является особой нутрициологией. Сегодня на просторах интернета есть информация, вот такой сигналы, называется биохакинг. Слышали вы, да? Я когда послушала врачей, ну, боже мой, этим мы занимались еще 15 лет тому назад. Просто мы этим не говорили, потому что мы говорили о добавках. И очень многих людей еще 15 лет назад это слово добавки, что пугало, да? А вот. Сегодня реформа медицины, ну, как бы для нас сделала позитивный такой момент, потому что те люди, которые 10 лет назад пользовались продукцией этой себе, потом по каким-то причинам отошли от этого, сегодня начинают возвращаться, пользуются продукцией все больше и больше. И врачи многие понимают, что действительно приходит время вот этой интегральной медицины, которая позволяет посмотреть человека в целом и исцелять его. И в основе этой медицины лежит внутри терологии, это то, чем она занимается у нас. Старость – это не возраст, да? Старость – это реакция на жизненные события. Потому что мы видим 60 лет в паспорте, и у нас уже традиционные шаблонные представления об этом человека, как он. Что он уже живет с принципа 3D – доедает, донашивает, да, да, и так далее. Вот эти образцы и шаблоны, они транслируются нам в средства массовой информации, и мы думаем, когда приходит ко мне на прием учина или женщина, и говорит, я была в поликлинике, а мне врачи, что вы хотите, вы свой паспорт смотрели? Очень часто, да, слышат люди, которым «за», вот, а теперь говорят уже «за 50», говорят, что во что вы хотите, что вы жалуетесь, у меня с вами такой есть, я сама иду, глаза капаю, капаю, ну и так далее. Но симптомы медуков, они появляются постепенно, накапливаются. Это так называемые неспецифические симптомы. Или то, что Академия Казначей назвал третье состояние. Когда человек, ну, 90% наверное населения, он оживет в этом третьем состоянии, между здоровьем и болезнью. Что такое неспецифические симптомы? Это головные боли, это появление запоров, это вздутие, это усталость постоянно и так далее. И на эти симптомы мы не обращаем внимания очень часто, до тех пор, пока они же не усилятся, пока нам тело начнет сигнализировать о том, что надо что-то делать. И мы не врачу, а врачу говорят, что вы хотите, вас уже возраст. На самом деле это реакция на жизненные события, как мы реагируем. Ну, вот есть соматические реакции. Соматические реакции с ума – это тело. И мы реагируем на стресс. Когда мы пугаемся, мы что делаем? Мы сжимаемся и забываем выпрямиться. И так сжатываем и ходим. Вот такая сутулость появляется. И многие говорят, вы неправильно сидели, или дети неправильно сидят. А на самом деле это реакция на стресс. Это реакция на какие-то претензии, на какие-то ожидания, на что-то негативное, что пугает и напрягает ребенка и человека. Да? Вторая реакция, когда большой прогиб в поясничном отделе позвоночника. Это спазм мышц в поясничном отделе, когда человек все время делает усилия. Нужно, нужно, нужно. Нужно сделать план, нужно выполнить работу, нужно заработать деньги. И тогда развивается спазм квадратной мышцы сзади поясницы. И начинается проблема пустого гадроза поясничного, крестового отдела. И сегодня уже многие говорят о том, что грыжи межпозвоночные и все проблемы с радикулитами пустого гадроза начинаются с этого спазма мышц. И на самом деле, если снять спазм мышц, то очень легко восстанавливается крещевая, костная ткань за счет усиления кровообращения и улучшения гневных процессов. Ну и вот, когда накладывается одна самка на другую, да, сутулость и пройдет в пояснице, человек входит вот так вот, да, по жизни. Это на самом деле такие реакции на стрессовые сзади. Вот, выключила. Вот физиологические реакции на стресс, они тоже идут по такому кругу. Вот их Александр Роголов, он такую схему создал, о том, что мы реагируем на стресс, в первую очередь, спазмом желчного пузыря. Спазм желчного пузыря, поэтому так много сегодня дискинезии, нарушение работы желчного пузыря, может быть, по гиперпенетическому, по гиперпенетическому типу, но он у нас первое включается в работу. Потом передает импульс на левую долю печени и на поджелудочную железу. И когда ко мне приходят пациенты, и говорят о том, что у него болит поджелудочная железа, то нужно лечить не поджелудочную железу, а что? Нужно там реализовать работу, да, желчного пузыря. И при острых панкреатитах я всегда назначаю буплерум и АГЭКС. Буплерум – это продукт, который обладает противовоспалительным гормоноподобным действием, мягким желчегонным, и АГЭКС – это такой тоже мягкий ферментативный препарат. И когда уже снимается острота обострения, тогда уже можно дальше двигаться. Ну и потом в этот круг вовлекается толстый, тонкий кишечник, нисходящий отдел от желудка стоит отдельно, вынесен, потому что на самом деле желудок – это большой мышечный орган, который призван для того, чтобы перемешать пищу, сночить ее соляной кислотой, кексином и продвинуть дальше пищу для переваривания. Ну и суставы. Когда ко мне приходит человек, вот пришла женщина, говорит, у меня болит правая колена. Я говорю, вы с теми с мужчиной ссоритесь. Он говорит, откуда вы знаете, потому что правая половина туловича – это мужская, и все проблемы по правой половине – это нарушенные отношения с мужским полом. А колено правое – это всегда будет застой желчи в желчном пузыре. Когда удалили желчный пузырь, меня спрашивают, нужно ли пить наши продукции. Я говорю, нужно пить. Иначе через 3-5 лет у вас будет актроза в критеринговых суставах. А потом дальше это за бедрами вовлекается в этот процесс. Поэтому всем, у кого есть проблемы с желчьим отделением, всем нужно пить целую линейку набора продуктов, которые придуманы улучшать работу желчного пузыря. И вот такая схема – это наиболее часто встречающаяся схема развития заболевания в организме человека. Есть еще второй групп взаимодействия, который начинается с левой почки. Левая почка, она отличается по своим функциям от правой почки, потому что левая почка, она заведует регуляцией кислотно-щелочным равновесием. Она обеспечивает заряд эритроцита, потому что если у нас закисляется кровь, эритроциты теряют заряд и начинают склеиваться в моментные столбики. И не могут пройти по сосудам капиллярной, что-нибудь. И начинается нарушение микроциркуляции, и это влечет за собой целый комплекс проблем, связанных с почками, мочевым пузырем, улучшает опростата. И вот лучше, вы видите, почему люди преклонного возраста часто теряют слух. Вот все начинается с почек. Поэтому, когда ко мне приходят мужчины, мы идем на диагностику, я практически у всех вижу инферциуму, мочеполовую систему. Потому что падает эволитет, многие из них сидят по 10, по 8 часов за компьютером, либо водители. Это застольное явление. И вот медленно, постепенно развивается воспалительный процесс и вовлекает вот эту схему. Все, потом сердце страдает, легкие страдают. Вот, на самом деле, сердце и легких нельзя разделять. Это как бы одна система. И только в Средонусской специализированной медицине это позволяет делать. Информационно-энергетическая концепция здоровья. То есть, это всем известный символ имьянь, который говорит о том, что все построено на ритмах и циклах. Вот скажите, нужно индийскому врачу сдавать анализы крови, мочи и так далее, для того, чтобы оценить состояние человека. Они меряют курс, который имеет там 72 виления и 36 модуляций. И они, по которым модуляциях, по циклам и ритмам могут определить дисфункцию того или другого органа и вовремя на ранних стадиях включиться. Потому что анализы показывают уже более грубую патологию. Когда уже появляется проблема в анализах мочи или проблема в анализах крови, это уже выраженное нарушение функции. А вначале это только-только развивается. Поэтому важно понимать, что существуют эти циклы, и существуют эти ритмы, и важно в них идти. Ну вот, с чего начинается день? Я специально это вам представила. Сейчас я немножечко расскажу, немножечко. Вот если вы хотите быть здоровыми, вам нужно вставать до 6 часов утра. До 6. Но время это должно быть космическое. Как оно определяется? То есть, вот, например, вы определяете время погребничью для данной местности. Потом определяете географическую долготу для данной местности, разделяете ее на 15 градусов, и полученное число прибавляете времени погребничью. Вот для Харькова сейчас, вот когда время перевело, это нужно вставать 6.25 до 7.25. Реально это? Вот если вы хотите быть здоровым, вы можете вставать на это время. Но если вы хотите быть успешным в бизнесе, вам нужно вставать на час раньше. Почему? Потому что в это время активизируются энергии, которые укрепляют ваше эмоциональное тело. Вы становитесь привлекательными для других. Вы уплотняете это энергетическое, эмоциональное тело. Поэтому попробуйте. Те, кто хочет достичь успеха в бизнесе, сместите это на один час. И вставайте ровно утро. Вы увидите, как многое вы можете сделать. Да? Потом питание. Я не буду долго останавливаться, но хотела сказать о том, что едите вы зимой апельсины, мандарины и так далее. Вот эти обезьянные едут. Едите? Едите. Но вы знаете, что еда, она тоже делится на охлаждающую и разогревающую. Зимой никогда не ели охлаждающую леду. Это всегда перец, это всегда горчица, это всегда клей, это всегда моченые или кмашеные овощи, капуста, морковь и так далее. Самостоятельно сделанные. Я, да, я акцент делаю не купленные в магазинах, а самостоятельно сделанные. То есть у нас есть шикарные продукты перечисной петрушкой. Что ее употребляют как в еда? То есть можно капсулу раскрыть, можно сало посыпать, можно ее пить для того, чтобы разогреть кровь. Точно так же и в течение дня. Пока солнце сильное, вы можете есть там с 11 до полчетвертого, до трех, вы можете есть все, что хотите, вам все переваривается. Но после вечера нужно есть теплую пищу, нужно есть уже сырую, яблоко притушить и так далее. То есть это такие ритмы. Если вы их понимаете, если вы как бы учитываете, то вы будете зимой брать чеснок, перечиснуть петрушку, брать продукты, которые усиливают и разогревают организм. Ну и утро начинается с чего? С продуктов, которые структурируют воду. Утро надо выпить воду. Есть два продукта, как баня НСП, которые структурируют эту воду. Это коралловые кальции и это хлорофилл. То есть если добавлять хлорофилл в водичку и утро выпить, если коралловые кальции бутылочку с собой наливать и пить, таким образом вы оздоравливаете систему кровообращения в первую очередь. Гериктоциты получают заряд и улучшается кровообращение. У нас в Паркове применяет такой очень интересный способ. Я вам его расскажу, может быть, он вам пригодится. Мы все знаем, что серебро с хлорофиллом не смешивает, потому что они друг друга как бы... Я не перелетую, но немножечко ослабляю. Но... И врач, горврач, он выложил такой рецепт. Он берет полтора литровую бутылку пластиковую из-под морщинской воды негазированной. В эту полтора литровую бутылку воды выливает хлорофилл, бутылку хлорофилла, бутылку серебра и по банке степии. Степия, оказывается, обладает бактериостатическим действием. Останавливает рот бактерий. Вот они замешали и остальное долили водой полтора литра вот этого получилась. Им очень хорошо орошают слизистые, принимают вовнутрь. Если они выбирают их в фабрилизаторы, ребенок пришел с улицы, они орошают этим раствором рот и носогон полость. И дети перестают болеть. Он приходит в полбанке степии. Но ее нужно развести отдельно и только потом смешать. Иначе это будет комочками. Водички сначала полбанке степии развести, а потом долить. Долить это. Шикарные результаты в отношении детских трехлор заболевания. Ботилку хлорофила, ботилку серебра и полбанке степии. Это мой врач, который стал применять это в своей профессиональной работе. Он говорит, что я добился очень хороших результатов. И наши это взяли на вооружение, они делают такие растворы и дети перестают болеть. Поэтому те, у кого есть проблемы с носородкой, могут тоже это сильно применить. Ну вот со знаменитой системы усилий, которая позволяет человеку тоже идти в ритмах сезонных. Мы говорили ритмы дневные, а это ритмы сезонные. Если мы посмотрим на эту схему, то снаружи этой схемы находятся все янские органы. Это органы, которые имеют полость и которые первые принимают на себя защитные функции. Это кишечник тонкий, это толстый кишечник, это мочевой кузырь, это желчный кузырь, это еще нервная система сюда относится. То есть мы видим, что из этого набора янских или тех защитных четыре системы относится к системе пищеварения. Поэтому все, что нужно сделать для того, чтобы поддерживать здоровье человека, нужно, чтобы он нормальный пищеварение. И сегодня говорят о том, что вы можете, у вас может быть нормальный стул, у вас может быть нормальное там, нету вздутия, но кишечник будет дырявый. И он становится проницаемый для того содержимого, который есть толстая кишечнике. И все начинает течь в лимфу. И потом эта лимфа заполняет пазухи гайморо-фронтальные, идет очность, идет заполнение лимфы по всему нашему телу, человек набирает массу и не может никак похудеть, а все начинается с того, что нужно оздоравливать вот эти органы. А внутри это органы плотные, они индские, которые накапливают, распределяют энергии, они более важные органы. И вся вот эта система, она тоже работает циклично. Ну вот начнем с органов пищеварения, это желудок и поджелудочная железа. Золотое время оздоровления это август месяц. Август месяц, когда полно изобилия всех продуктов и для того, чтобы оздоровить желудок и поджелудочную железу, вам нужно убрать те продукты, о которых я говорила, то есть из супермаркета практически ничего не покупать. Кефиры делают самостоятельно. Если вы едите белый хлеб, вы наверняка все слышали, что пшеница сегодня неполезная продукция из-за глютена, то есть большого количества гликобиды. К вам кайпа приезжала из Киева технолог из Киева муки, который говорил, что раньше мы работали три смены для того, чтобы выпечь хлеб. Потому что там были закваски, пока я там все делаю, три смены. Сегодня этот процесс занимает 40 минут, и девочки весят этот хлеб в перчатку. Почему? Потому что много отмеливателей, много из-за химических добавок, которые есть нельзя. Поэтому оздоравливать желудок и поджелудочную железу очень важно. У кого хронический панкреатив, у кого есть проблемы, это бутлеру и АГС обязательные продукты, потом присоединяются уже фигментативные пищеварительные фигменты и так далее. осень, сентябрь, октябрь, до серединки ноября это активные легкие и активные толстые кишечники. И вот в это время очень важно проводить детоксикацию кишечника для того, чтобы убрать токсины, для того, чтобы за лето вы накопили очень много бактерий, паразитов, бельминтов, их тоже нужно все остановить и большой рост, поэтому это делается осенью. Потом наступает зима, зима, активно почки и мочевой пузырь позвоночника. Очень хорошо, у нас есть шикарный продукт Юрань, который можно в баночку купить, три месяца купить и выздоравливать эти почки, потому что вода у нас хватает и в почках живет страх. И если человек пребывает в состоянии страха, это ослабляет почки и там начинают активизироваться все бактерии. Поэтому зима это время, когда нужно пить минералы, когда нужно оздоравливать почки. Это альфа, альфа, люцерна, это Е-чай очень хорошо работает и это Юрань. плюс все разогревающие продукты. Это перечисленная тетушка, это чеснок, это подарка, это защитная формула, те, которые усиливают иммунитин. Весна это желчные пузыри печени, это время активности. Если вы пропускаете этот период, он февраль, март и до двадцатого числа, до серединки апреля, это время активности печени жертвенного пузыря. Печень это особый орган. Да, слышали вы о ДАПС диете? Да. Слышали, да? Или называется она кишечно-психологическая диета? Кишечно-психологическая. И сегодня, говоря о том, что у детей развиваются печеночные энцефалопатии, то есть проблемы с психическим развитием, с вниманием, с аутистическим спектром из-за того, что печень как орган детоксикации не может обезбудить то количество токсинов, которые присутствуют в организме человека, которые идут с толстого кишечника и тогда кровь, обогащенная этими токсинами, идет к нервной системе, к сердцу, сосудам головы и так далее. Поэтому как система это не кишечно-психологическая система, которая говорит для того, чтобы нервная система человека была в порядке, нужно, чтобы она была в порядке его толстой кишечной, его пищеварительная система и его печени. Поэтому в это время очень важно оздоровить желчные пузыри печени. Шикарный продукт локтису, детоксикация печени и левкарт это гепатопротекторы, которые защищают детские печени от от жирового гипотоза, от цирротических таких изменений печени. Ну и лето, сейчас начинается лето, активно тонкий кишечник, сердце, сосуды и нервная система. Четыре системы активно в этот период. Это время антиоксидантов. Ну и я расскажу о том, что я люблю назначать лето. Это гриппань. Это продукт, который содержит косточки винограда, который защищает сосуды от избыточного повреждения солнца. Потому что когда заканчивается лето и жара, многие приходят с проблемами щитовидной железы, с проблемами молочной железы, ну и кожа, конечно, страдает. Так вот, вот этот продукт, гриппа из протектором, он позволяет защитить эти железы, молочную и щитовидную железу от повреждений и оздоровить их, потому что они являются онкопротектором. Онкопротектором. Второй продукт, который я очень люблю и сама его регулярно применяет с антрозом. Я вам расскажу такой случай, когда у нас в структуре была женщина, которая работала в ломбарде в подвале без окон. Ну, представьте, целый день без окон работала. У нее была серая обвисшая кожа. И ее потом уговаривала все время купить антрозу. Купить антрозу и покей, она говорит, это дорого, это дорого, я не буду. И вдруг на день рождения она давит ей эту зомброзу. Вы видели, насколько благодарно отозвалась на эту зомброзу кожа этой женщины. просто лифтинг эффект. Потому что зомброза она насыщает клетки, защищает мембраны клетки. И туда входят 5-6 экзотических соков, которые являются очень классными, очень сильными антиоксидантными продуктами. Сок нони тоже очень хорошо пить летом, что защищает у кого есть аутоиммунный тиреодит, то есть это воспалитель для процесса щитовидной железы. Это продукт можно месяца два просто пить этот сок нони для того, чтобы улучшить состояние и профилактировать его. Меня спрашивают, кто вам проводит диагностику? Я говорю, никто не проводит диагностику. Я просто принимаю продукты в соответствии с этими циклами. Пришло время почек, я пью набор для почек. Пришло время для печени, я пью набор для печени. И таким образом поддерживая состояние своего организма уже много лет. И я практически не болею. И очень много езжу, очень много занятий, диагностик, тренингов. И это помогает мне работать. Ну вот нормализация питания это естественная основа здоровья. Но то, что нас предлагают, я хотела вам рассказать, вот омега-3. В столе магазине стоит двое пожарных людей, говорит, магазин дорогой такой, вылетайте на семге копченой, а то мы боремся альцгеймера. Да. Да. Я говорю, да. Неужели вы думаете, что в рейме сегодня все это есть? Вот есть информация в интернете, которая говорит, я никогда, ни при каких обстоятельствах, сейчас рыбу не емут. Потому что она треску, она трещит, радиоактивный фон повысился, она накапливает. Очень много рыбы способна накапливать соли тяжелых металлов, особенно тунь. Сейчас океаны загрязнены пластиком, и все это рыба накапливает в своем теле. Поэтому он не ест рыбу, знает какая она. И вот в компании ESPY есть омега-3. Это очищенная омега, которая добывается из мышц не из печени, а из мышц глубоководных атеорических и кроватей. Она очень чистая. Пришла ко меня мама, который ребенок из-за агрессивности на домашнем воспитании, не кутишком, подросток. Он бьет учителей, бьет всех. Короче, это домашнее воспитание. У него судорожная активность на электроэнцефалограмме повышена. И она говорит, мы берем только омега-3 и кальций-маг и хелан. Сочетание этих двух продуктов убирает эту судорожную активность, убирает дефицит внимание, улучшает когнитивные способности. Я говорю, все-таки дороговатые продукты для вас, почему вы выбираете именно элиспирскую омегу? Ее же можно в аптеке купить. Она говорит, вы знаете, потому что вы впервые на электроэнцефалограмме заметили отсутствие вот этой пиковой судорожной активности. Поэтому омега-омегиапороза, если вы говорите, что ее можно купить в аптеке, то неизвестно, какого качества она может быть. Лецитиль это тоже тот продукт, который улучшает состояние пинча и сосудов, и это те продукты, которые должны быть в рационе, точно так же, как дуло и вот эти жировые кислоты. Есть программа детоксикации у нас. Набор детокс. Знаете, тут праздники. На праздник не хочешь, не хочешь, все время мы что-нибудь допьем, съедим, вот, то, что нам не нужно. Вот, в компании в Испе есть набор детокс. Туда входит флорофил, туда входит этот лук тисел, который содержит продукты, обеспечивающие детоксикацию печени, туда входит витамин С. Если сюда добавите еще ферменты, то вы обеспечите себе здоровье в этот праздничный период. У нас есть набор противопаразитарный, туда входит чеснок, туда входит черный орех, туда входит парафин, и у нас популярный в Харькове вот этот детокс-14. Это тем, кто хотят сделать такой толчок для очистки. Собирается добавки, и 14-дневная очистка вместе с локла дает шикарный результат в потере веса, где-то 3-4-5 килограмм в зависимости. Ну и полный набор это реабилитация желудочно-кишечного тракта, с чего нужно начинать все оздоровление. Вот этот приблизительный набор, туда входит хлорофил, туда входит локла, туда входит антипаразитарные продукты и так далее. Ну мы говорили уже о том, что системы поддержания сады входят в наборы. И сегодня, поскольку это такое системное подсот к оздоровлению, конечно, нужно оздоровливаться наборами, потому что системное поддержание различных систем организма даст длительный, устойчивый и очень хороший эффект. Недавно мне в феврале месяце написала одна женщина и говорит мой папа у него старческая деменция, он не жит, не ходит, не пьет, не ест, я ему там еду подмешиваю, что мне делать? Я говорю давайте ему каскад, давайте ему майндмакс, давайте ему мегахел и хлорофил. Она стала это все подмешивать, через два месяца пишет мне весь мадам и файл перепишет. Любой Матери представляете, что произошло? Папа мой окреп, стал подниматься и стал проявлять интерес к женскому полу. А поскольку, а папе 92 года, а поскольку в доме женщина одна я, то вы понимаете, что происходит. Надо везти его в геронологический пансиональ, чтобы он общался с женским полом. Что мне делать, она мне пишет. Я говорю, добавьте восьмерку. Да. Для того, чтобы слизнить вот это все. И теперь буквально две недели назад и все наше что папа ходит по огороду, всех узнает, подрезает деревья, подвязывает там что-то. Так и работают продукты компании Неспил. Она давала им еще лецитин, Майн Макс это шикарный продукт, это тоник для мозга, это всем тем, кто хочет обеспечить свои когнитивные функции очень долго в хорошем состоянии. И таких примеров можно принести многое. Вот хочу сказать еще о мужчине с цариазом. Цариаз. У него была такая история, он сам летчик трижды так оплатировался. Вы понимаете какая нервная система? Зам райадминистрации Харьковской области тоже нервная работа. У него появилось пятнышко, он пошел в больницу, его начали лечить, и за дать этого лечения его обсыпало все тело. Вот он пошел у нас в Харькове есть институт драматологии и линологии. Очень долго ждал приема врача, и когда сидел в очереди пообщался с такими же людьми, они ему говорят уходи отсюда тебя никто не вылечит. И он пришел к нам. Кто-то ему сказал, что можно попробовать уйти спи. И вот наверное через полгода вот такого лечения у него ушла вся проблема уже прошло года два, он ко мне периодически приходит для того, чтобы поддерживать систему псориаз не проявляет. Потому что псориаз это проблема печени, это грибковая инфекция, это проблема иммунитета нервной системы. И он начинал с очистки, он начинал с противогрибковых, он пил эту омегу, он пил лопу, он пил подарку, достаточно долго упорное репение, и постепенно постепенно эта проблема ушла, и сегодня кожа была чистая, он приходит теперь приводить свою дочь, что приводит свою жену. Поэтому хочу вам сказать, что заключение, что на самом деле наши продукты не только профилактируют, хотя это их основное назначение, наши продукты позволяют восстановить организм человека, его изначально ценностей. Они дают уверенность в том, что они сами ответственны за свое здоровье и могут быть долго здоровы и счастливы, чего и каждому. Спасибо за работу. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»